Слободея, котельная номер 6. Авария. Рабочие устраняют течь. И так минимум раз в неделю. Оборудование старое, износ почти 100%. Рабочие говорят, непонятно еще как котельная работает. Вот этот котел сдался окончательно. Восстановлению не подлежит. Все котлы устарели. Все уже с большими дефектами. Только благодаря нашим людям мы поддерживаем работу этой котельной. На зрелое время построить и сделать новую котельную, которая будет уже более качественно снабжать теплом и горячим водоснабжением ЦРБ и другие объекты, которые стоят рядом с этой котельной. Новая котельная уже есть. Ее собрали из трех блоков. Внутри современное оборудование. Котлы, автоматика российские, насосы итальянские, блок и сборка – приднестровские. Такая котельная может давать тепло в несколько жилых домов, больницу, пожарную часть и здания электросетей. Мощность 600 кВт. А газа потребляет на 30-40% меньше, чем старая котельная. Новая, энергоемкая. Все управление автоматическое. Вот я сейчас зашел с телефона и вижу все котельные, расположенные по северу нашей страны. Ну, как бы это Каменка, Дубосары и Рыбница. Вот вижу, в зеленом фоне отображается рабочая котельная. И у нас здесь уже есть аварийная ситуация в селе Ротари. Как бы я могу посмотреть, что за авария там происходит сейчас. Это авария Котландо. Точно так же будет подключена эта котельная. Помимо этого, эта котельная будет еще удаленно управляться. То есть запуск при аварийных отключениях электроэнергии или воды, любой выход нештатного оборудования, это можно будет дистанционно сбросить аварию и запустить ее по-новому. Новую котельную в Слободее планируют запустить в начале марта. Ее нужно официально оформить. Впереди и пусконаладочные работы. Всего в стране более 70 автоматических котельных. В этом году планируют установить еще две в Дубосарах и Суклее.